Всем здравствуйте, ребята, и добро пожаловать на наш урок английского языка. Сегодня у нас повтор раздела и повтор всего изученного ранее материала. А начнем мы, пожалуй, с темой family. Итак, подумайте, кого вы видите на этой картинке. Итак, у нас есть mommy, mama. У нас есть daddy, папа, grandma, бабушка, grandpa, дедушка. У нас также есть brother, брат, sister, сестра и еще одна сестра, sister. Окей. А здесь? Найдите здесь mommy. Вот она. Найдите здесь grandpa. Вот, дедушка. Найдите мне sister. Grand mom. Daddy. And brother. Brother. Окей. Следующее приветствие в английском языке. Самый популярный это у нас вариант hello, hi, hey. Ребята, какой вариант приветствия мы будем использовать, когда здороваемся с человеком, который старше нас? Вариант hello. Какой вариант мы будем использовать, когда здороваемся с нашими ровесниками? На самом деле, любой из вариантов, но больше всего подходит вариант hi и hey. Вариант hello не будет ошибкой, он также верный. Ребята, давайте повторим цвета. Окей. What color is it? Какой это цвет? Red. Blue. Green. Orange. Yellow. Pink. Purple. White. White. Black. Black. Остальные мы с вами изучим попозже. Итак, ребята, найдите-ка на этой картинке мне red. Вот здесь. Вот в этой области у нас есть красный. Red. Окей. Найдите мне здесь pink. Вот тут. Отлично. А какой этот цвет? Yellow. А вот этот? Это blue. А вот здесь? Это у нас green. Идем дальше. Цифры в английском языке. Сейчас я буду читать от одного до двадцати, а вы повторяйте за мной. One. Two. Three. Four. Five. Six. Seven. Eight. Повторяйте за мной. Nine. Ten. Ten. Twelve. Thirteen. Fourteen. Fifteen. Sixteen. Seventeen. Eighteen. Nineteen. Twenty. Теперь в обратную сторону. Twenty. Nineteen. Eighteen. Seventeen. Sixteen. Fifteen. Fourteen. Thirteen. Twelve. Eleven. Ten. Nine. Eight. Seven. Six. Five. Four. Three. Two. One. Ребята, какая вот эта цифра? Eight. А вот эта? Eleven. This one. Sixteen. This one. Thirteen. And this one. Seventeen. Окей. Итак, ребята. What is it? Что это? Это у нас book. Книга. А что же изображено здесь? Books. Book. Books. Книга. Книги. Помним о том, что добавляя окончание S к слову, мы получаем множественное число. What is it? It's a pencil. 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 А что это? Pencils. Pencil. Pencils. Карандаш. Карандаши. Идем дальше. Это у нас лев. Lion. Lion. А это кошка. Cat. Cat. Lion is big. Лев у нас большой. Lion is big. Cat is small. Cat is small. Кошка маленькая. Big. Большой. Small. Маленький. This lion is big. Этот лев большой. This lion is big. This mouse is small. Это мышка маленькая. Small. А теперь слова высокий и низкий. Смотрите. Tall. This giraffe is tall. Этот жираф высокий. Tall. Tall. А эти обезьяны короткие, низкие. They are short. Short. These monkeys are short. Short. Низкий или короткий. Итак, еще раз. Tall. Tall. Short. Tall. Short. This dinosaur is tall. Это динозавр высокий. This dinosaur is short. А этот динозавр низкий. Ребята, кому из этих детей больше подходит слово tall – высокий? Этому мальчику. А кому из этих двух детей больше подходит слово short – низкий? Этой девочке. Окей. Посмотрите на эту картинку. Посмотрите на эту картинку. Назовите трех животных, которые подходят к описанию слова big – большой. Эллифант. Эллифант. Слон. Лайон. Лев. Зебра. Зебра. Окей. Назовите мне трех насекомых или животных или птиц, кого угодно, которые подходят к слову small. К слову small. Это у нас бабочка. Butterfly. Это у нас птица. Bird. Это у нас утка. Duck. Окей. Идем дальше. Следующие – это предлоги местом. Итак, на – это у нас он. В – это in. И рядышком – это next to. Ребята, как мы скажем на – он, как мы скажем в – in, как мы скажем рядом – возле – next to. Идем дальше. Итак, чтобы встать, мы говорим stand up. Встаньте. Stand up. Встаньте. Сядьте, будет sit down. Sit down, please. Садитесь, пожалуйста. Sit down, please. Садитесь, пожалуйста. Open the book. Open the book. Откройте книгу. Open – открывать. Открыто. Open the book. Откройте книгу. Close the book. Close the book. Close the book. Закройте книгу. Close the door. Close the door. Закройте дверь. Close the door. Закройте дверь. Ш-ш-ш. Be quiet. Ш-ш-ш. Be quiet. Тише. Тише. Ш-ш-ш. Be quiet. Listen. Слушайте. Listen. Слушайте. Ребята на этой картинке играют в футбол. Как мы скажем? Я умею играть. Я умею играть. I. Я умею. Can. Играть. Play. Я умею играть. I can play. Например. I can play football. Я могу играть в футбол. I can play football. Я могу играть в футбол. Если я не умею играть в футбол, я скажу не can, а can't. Can't. I can't play football. I can't play football. Я не умею играть в футбол. Я могу рисовать. Я не умею рисовать. I can't draw. Я могу играть в волейбол. I can play volleyball. I can't play volleyball. I can dance. I can't dance. Итак, а теперь переходим к нашим буквам. В английском языке есть 26 букв, как я уже говорила ранее. Мы знаем букву A, B, C. Ребята, какая это буква? A. А это? B. А это? A. This one? C. Окей. Идем дальше. Буковка D. D is for a dog. Слово dog начинается с буковки D. Буковка D у нас есть в таких словах, как dog – собака, doll – кукла, dolphin – дельфин. Как вы видите, эта буква везде, на первом месте. D – dog, D – doll, D – dolphin. Буква I в слове elephant. E is for elephant. Ten. Буковка I посередине. Ten – десять. Hello. Hello. Привет. Вот буковка I. Pen – ручка. Pen. Буква F. F is for fish. Слово fish начинается с буковки F. У нас есть такие слова, как five. Вот буковка F. Слово fish. Слово father – папа. Five – пять. Fish – рыба. Father – папа. Найди мне букву A. Вот здесь. Буковка I. Вот она. А какая эта буква? Си. А эта? Ф. А вот эта? Ди. Идем дальше. Буква G. G is for giraffe. G is for giraffe. Слово giraffe начинается с буквы G. Буква G у нас есть в таких словах, как giraffe, в словах big. Обратите внимание. Здесь буковка G звучит как г. 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 Биг. 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 Г. Гудзбай. Г. Гудзбай. Г. Биг. А здесь как G. G. Чираф. Следующая буква H в слове house. H is for house. Буква H есть в таких словах, как house, hello, hi. Найди мне букву H. Вот она. И вот здесь. Найди мне букву G. Вот здесь. Спрятались по краям. Это буква G. Найди мне букву B. Вот здесь. А букву A? Вот здесь. А букву C? Вот здесь. Окей. Итак, сегодняшняя новая буква, буковка I. Буква I есть в слове ice cream. Наверняка ты это слово уже слышал. Это мороженое. Ice cream. Мороженое. Итак, как обычно, ставим пальчик в воздух и вместе со мной пытаемся прописать эту буковку. Всегда начинаем букву писать сверху вниз. Никогда снизу. Еще раз. Сверху вниз. Начинаем. Сначала мы рисуем основание. Вот так. Один. А потом рисуем шапочку. И такую же снизу. Вот так. В три этапа. Один. Два. Три. Маленькая буковка I выглядит следующим образом. Палочка и точка. Палочка и точка. Это буковка I. Буквка I встречается в таких словах, как pink, fish, big. В слове буковка I читается как и очень часто. Например, вот в этом слове. Пинк. Пинк. Фиш. Big. Следующая буковка J. J is for a jellyfish. Jellyfish. Look, guys. This is a jellyfish. Это у нас jellyfish. Рыба с желе. Таких называют. Это у нас медуза. Jellyfish. Пишем буковку J в воздухе. Она у нас пишется очень просто. Смотрите. Один. И все. Маленькая. Один. И точка. Буква J встречается в таких словах, как jump, прыгать. Jellyfish. Медуза. Jet. Самолет. На этом все, ребята. Всем goodbye. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok